Красота, да. Красота, в первую очередь, красота тела. Красотой души занимаются другие, но я, честно говоря, с этим тоже не всегда согласен, потому что у нас всегда любят противопоставить красоту и душу. И почему-то считают, что если есть красота тела, то обязательно там должна присутствовать какая-нибудь подлая душонка. То есть красоты души в одном, в красивом теле, не подразумевается, хотя мы знаем, что в человеке все должно быть прекрасно, да, и душа, и тело. Но я заметил следующее, что красивые люди, они добре. Я, конечно, далек от того, чтобы вот так все 100%, но если говорить о большинстве, люди, которые некрасивые, которые страдают каким-либо изъяном внешним, которые по этому поводу переживают, они довольно напряжены, и это выливается в то, что внешняя деформация деформирует душу. Эти люди тоже становятся внутри не так хороши и приходят в гармонию. То есть некрасивое тело приводит к возникновению некрасивой души. Поэтому, когда мы исправляем и улучшаем тело, создаем комфортное психологическое, психоэмоциональное состояние человеку, его гармонию с миром внешним, и он видит этот человек, который улучшил свой внешний вид, который видит восторженные или благожелательные взгляды в свою сторону, он тоже по-другому начинает смотреть на людей. Вы помните этот мультфильм про ручеек, когда кто-то сидел в ручье, и зверьки там бегали и скалили зубы оттуда чудовище, то есть отражение воды, и в результате, когда этому отражению улыбнулись, вот и в ручье это отражение, это существо, как они считали, тоже им улыбнулось. Так вот на самом деле у людей тоже есть. Если человек улыбается миру, мир улыбается ему, и человек еще больше улыбается миру. И это зависит от целого комплекса. И от внешнего вида, и от того психоэмоционального состояния, которое внутри самого человека находится. А что считать красивым? Красивым, я могу сказать, красивым считается то, что является сексуальным для большинства представителей противоположного пола. То, что признается, еще раз повторяю, красивым считается то, что признается сексуально привлекательным представителями противоположного пола. Ну, для некой группы людей, могу сказать, и для своего пола, может быть, тоже. Это тоже, ну, может быть, утрировано, мужчина тоже может без всяких, скажем там, задних мыслей оценивать красоту или импозантность другого мужчины. Ну, ничего здесь такого нет. Ну, просто он кажется ему привлекательным, исходя из тех, опять же, таких критериев, которые они усвоены. Ведь мы знаем, что считается сексуально привлекательным не только противоположным полом, но мы стараемся быть таковыми. Поэтому мы знаем, какие должны быть и представители нашего пола. Это касается мужчин и женщин. Поэтому женщины на самом деле одеваются для женщин, они не одеваются для мужчин. Мужчину и так сойдет. А вот она, женщина, одевается для женщины, чтобы быть сексуально привлекательной для противоположного пола. Вот так. Это конкурентность. Ну, точно так, наверное, и мужчины, может быть, они тоже хотят быть сексуально привлекательной для женщин. Женщин. Но когда мужчина имеет красивую фигуру, мышцы и так далее, что-то делает замечательно, этим он себя возвышает над остальными мужчинами. То есть им доказывает свою, ну, скажем, первостепенную значимость. По крайней мере, в этой части. Я не говорю, что это единственное, с помощью чего человек может максимально, скажем, занять свое положение. Есть еще масса составляющих. Масса. Конечно, это та энергия, которая есть внутри. И более того, на самом деле, вы помните Ахматова Анна Андреевна, она по портретам, на самом деле, просто удивительно некрасивая женщина. Но по описаниям своих соотечественников, она описана как очень красивая женщина. То есть она их увлекала не только внешней красотой, и, может быть, не столько внешней, а еще и эмоциями, флюидами, которые исходили от нее. Это тоже важная составляющая восприятия красоты. Даже запах человека, это является отражением его красоты. Ведь мы зачастую принимаем решения не только по зрительной ассоциации, а и по другим, слуховой, обонятельной. Более того, влюбляются по песням. Не зря ведь играли, чтобы влюбить в себя, в Испании играли серенады под окнами возлюбленных. Все, конечно, держится вокруг. Вообще все происходит. В основе всего лежит секс. Смысл не в вульгарном смысле, а в смысле продолжения рода. Это единственная смысловая нагрузка жизни организма, продолжения рода. Другого смысла существования нет. Нас с вами, каждый из нас, его смысл жизни только в продолжении рода. Продолжение следует...